Продолжение следует... 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 С FIMBI никак не поменяется, здесь мы немного ограничены в этих действиях, и, к сожалению, мы не можем правильно все это обозначить. Стоит учесть, что источники данных и сами отчеты у нас распределяются вместе по сравнению с FIMBI. Для этого здесь есть отдельная вкладка, а в табло у нас это разделяется на стороне каталогов, то есть это надо делать вручную. Перейдем далее к источникам, какие вообще есть у нас системы, насколько популярны и востребованы для, допустим, российского пользователя. Здесь я хочу сразу отметить, что у FIMBI имеется достаточное количество коннекторов и подключений, которые уже из коробки. Также вот можно посмотреть, что есть здесь такие системы, как ClickHouse, есть классы системы Hadoop, есть Vertica, Greenplan, Oracle, Microsoft, FastGrid, то есть самые популярные коннекторы здесь имеются. Но по сравнению с табло, здесь есть ограничения по работе с облачными сервисами, то есть если мы табло смотрим, это Salesforce, это у нас линейка Azure, Amazon и прочие, то здесь вот, к сожалению, у нас FIMBI в этом плане ограничен, но зато можно подтянуть некоторые из источников при помощи плагинов. То есть здесь достаточно обширный инструмент для интеграции, также можно их сюда подтянуть, и чтобы у нас все это работало даже со сторонними сервисами. Либо же организовать какой-то промежуточный охранительщик, из которого мы можем подтягивать данные, если же у вас там используются какие-то системы. Собственно, вот. Предлагаю перейти к работе с данными, что у нас входит в инструмент FIMBI, какие есть возможности, давайте сейчас это рассмотрим. Так. Собственно, как мы подготавливаем источники? Для этого у нас есть определенные коннекторы, которые мы можем задать как администратор, как разработчик данных на сервере. После этого пользователю будет такая возможность, как подключиться к ним и уже сформировать свои собственные датасеты, как мы обсуждали на прошлом вебинаре, или же формировать новые таблицы путем отправки SQL-запроса в базу. Также стоит отметить, что, как и в табло, FIMBI реализованы два режима работы. Это real-time, вот, direct режим, и при подключении на прямую базу отправки запросов туда, и, а также экстракт, это spider. В этом случае у нас все вычисления и обработка будут проводиться на внутреннем движке spider, который у нас востребован, требует, вернее, оперативную память и мощность процессора, примерно как и в табло. То есть нам нужно делать сайзинг сервера, чтобы определить, на скольки пользователи у вас будет все корректно, правильно считаться, без, скажем так, пролагов. Также стоит учесть, что здесь достаточные возможности для коннектов с различными сервисами. Например, это тот же самый FTP с FTP. Есть интеграция с сервисом HDFPS. И, помимо этого, важным отличием является создание self-service наборов данных по сравнению с табло. То есть, если вы хотели бы сделать это в табло, то вам нужно было бы делать отдельный запрос, либо же поток в табло преп, либо же как-то создавать витрину при помощи Customer Square, либо каких-то других преобразований. Здесь же вы можете при помощи подключения к таблице создать или добавить новую, и при помощи простых вычислений сделать новые столбцы и обогатить свои данные необходимыми разрезами. Здесь в табло есть некоторые особенности, что данные мы можем получать более легко и просто по сравнению с VNBI, это с Python и ART. Здесь у системы есть интеграция, но при этом стоит отметить, что для этого нужно настраивать отдельные плагины, и это может показаться не такой простой процесс, как с той же системой табло. Если мы перейдем к логике обработки данных и тому, что у нас есть за вычисления и процессы, здесь можно отметить, что у VNBI очень богато и хорошо реализован функционал логических связей с таблицами. То есть по ключам мы можем связать и назначить определенный тип связи между таблицами. При этом при помощи вот этих связей мы можем дальше определить, из чего состоит у нас исходный источник данных, как датасет, каких он в дашпордах используется. То есть мы можем увидеть полное, скажем так, дерево данных, даталинию, откуда у нас пришли данные, как сформированы и куда они дальше перешли, где используются сейчас. По сравнению с табло, это достаточно хороший и богатый функционал. Здесь вы даже можете внизу заметить, что в FN1 у системы гораздо больше баллов, 5 звезд. Табло реализовано только автоматическое соединение таблиц на логическом уровне. То есть мы можем при добавлении таблицы автоматически привязать ее по ключам, но здесь это достаточно ограниченное по сравнению с типами связи с таблицами, потому что мы не можем увидеть, каким именно таблицам у нас в принципе все источники подключаются. Нам необходимо заходить на сервер и открывать каждый из других и просматривать там таблицы. В интерфейсе FNBI при открытии Associated View мы можем увидеть все источники, которые имеются в системе, в каких ключах они связаны, насколько у нас там хорошо нормализованы таблицы или нет, какие типа связи, звезда или, не знаю, вот снежинка. То есть все это достаточно удобно. Здесь можно отметить, что у нас имеется достаточное количество коннекторов, которые уже из коробки, которые были озвучены. Это у нас более гибкая и тонкая настройка кэша. То есть мы можем настраивать, как именно часто он будет обновлять при направлении SQL-запросов. Здесь можно отметить функционал pushdown запросов в базу, который также можно использовать. Можно ограничивать SQL-запросы по объему, по времени, по типу подключения, то есть какой пользователь будет видеть, а какой нет. Также можно ограничить объем данных для каждого self-service датасета, потому что это может быть достаточно важно и критично при развитии такой концепции, чтобы у нас их слишком много и тяжелых не наплодилось. После этого мы можем, собственно, проверить обновление экстрактов. И самое важное, здесь нам не нужно писать какие-то API-сервисы, какие-то кастомные обновления в табло. У нас здесь сразу из коробки предоставляется возможность обновления экстрактов с точностью до минут. То есть это тоже достаточно удобный и полезный функционал, который можно реализовать в своих бизнес-задачах. Собственно, перейдем далее к разработке. Разработка Find BI достаточно нативная, понятная. Здесь можно две системы отметить, что они полностью поддерживают две концепции. Это drag-and-drop и self-service. То есть мы можем полностью внедрить корпоративные стандарты, можем внедрить управление принципами организации работы с данными. И при этом Find BI достаточно хорошо для этого подходит, потому что вы сможете как пользователь системы той же самой табло быстро переучиться на Find BI и использовать те же самые привычные вычисления. Да, с некоторыми ограничениями в ходе визуализации, потому что в табло это гораздо более продвинуто, больше у них кастомизации графиков, оформлений, текстов. Но достаточно хорошо реализован сам функционал Find BI, даже по сравнению с отечественными решениями, с другими системами. И можно легко этому обучиться. Также, при том, как в системе табло, у нас есть здесь лот вычисления, которые мы можем использовать в директ-режиме, и другие возможности кастомизации графиков. Те же самые, вот я отмечу, диаграммы пирогов, которые в табло делаются достаточно сложные, и для этого требуется время. Они здесь доступны из коробки, и их можно сразу использовать, не тратя дополнительное время на разработку. Также можно отметить интерфейс и логику работы Find BI с таблицами. Здесь достаточно хорошо и детально описаны принципы их работы, имеются их, в принципе, три вида. Это Detail Table, Pivot Table. И мы можем полностью детализировать наши данные, похожие на систему, в той же системе Excel. То есть можем прописать какие-то условия, по которым красятся ячейки. Это все из коробки по полям, которые используются в таблице. Мы можем взять и настроить переключение между таблицами, их drill-down. Это также доступен функционал нативной системы. Если мы уже говорим о системе Tableau, то здесь достаточно сложная и, скажем так, требует достаточных компетенций разработчика, чтобы добавить кастомизации в таблицу. Здесь нет их шаблонов. То есть мы не можем создать какую-то одну таблицу, которая будет использоваться в других форматах, и ее как-то перераспределить на наших листах. Здесь же можно также отметить, что в FindBi можно интегрировать и другие приложения, тот же FindReport, который полностью поддерживает работу, как схожую с Excel. И здесь вообще не будет заметно, что это совсем другая система, скажем так. То есть настолько он хорошо с ним дружит и может его заменить. То есть здесь вот мы, когда смотрим на таблицу, конечно, здесь FindBi гораздо лучше выигрывает, и у него здесь, в принципе, в оценке больше. Но перейдем к, в принципе, главной такой теме – это создание дешбортов. Здесь FindBi, в принципе, не ограничен по разрешению страницы, к которой он работает. Можно сказать, что те же самые компоненты, которые были в табло, он наследовал и в своем форматировании, но с некоторыми, скажем так, преимуществами, потому что те же фильтры дат, те же фильтры значений, они не привязаны к какому-то конкретному набору данных. То есть мы можем создать как фильтр с конкретного дешборда, как на конкретную визуализацию, так и вот можем вытащить и связать вообще первоначально не, скажем так, несоединенные и ненормализованные между собой таблицы на общем фильтре, на дешборде. При этом у нас также имеются, как и в табло, компоненты текста, картинок, можем вставить какую-то гиперссылку и можем сделать табличное представление, чтобы переключаться удобно между вкладками, между страницей. То есть в этот таб-компонент мы можем учесть как какую-то визуализацию, так и сам дешборд, какие-то вкладки. То есть когда мы переходим здесь в разработку, даже видите на этом скрине, у нас можно вытащить различные типы визуализации на дешборд, которые первоначально с ним не связаны. Здесь же в табло, когда мы говорим о различных фильтрах, они достаточно ограничены, их несколько выборов, как вы знаете, там вот дропдаун, то есть мы при добавлении фильтра на дешборд уже знаем, как мы должны его отобразить и на какие данные он будет распространяться. Здесь вот есть такие отличия, но, скажем, в табло они гораздо легче и понятнее могут назначаться на визуализации путем назначения листов, а в системе Find BI нам необходимо задать какие-то конкретные ограничения, либо это у нас сквозная фильтрация на все связы данных, либо же это будет какая-то перекрестная фильтрация по полям, которые выбраны на конкретной визуализации. Здесь вот это может показаться немножко непривычно, но тоже интерфейс с этим функционалом фильтрации хорошо справляется. Когда мы переходим к взаимодействию с интерфейсом, когда мы разработали наш дешборд, здесь имеются некоторые действия, которые можно легче и, скажем так, информативнее добавить в сравнение с той же системой Табло. Это, как я уже сказал ранее, перекрестная сквозная фильтрация, здесь есть возможности drilldown, которые также легко настраиваются между графиками, между уровнями детализации, то есть вот здесь мы можем перейти, скажем так, измерение area-зона на какой-то конкретный канал продаж, посмотреть, как на нем организована детализация данных, и после этого мы легко переформатируем наш экран к этому типу детализации. Также есть какая-то определенная фильтрация при клике, как и в Табло, мы можем выбрать визуализацию, перейти, например, drilldown, и после этого мы перейдем к какому-то уровню, либо по аналогии с действием мы можем настроить ту тип действия, когда при наведении отображается какая-то информация, но здесь она будет при клике и будет называться только jump to. По аналогии с Табло здесь он тоже не уступает, и в принципе функционал достаточно удобный, хороший и понятный. Даже вот когда мы смотрим здесь, например, для создания такой визуализации, нам понадобилось делать действия и назначить какие-то фильтры, чтобы они у нас активно между собой пересекались. В системе же Fine BI мы можем назначить и как между вот этими визуализациями, так и другими, которые добавили с другого, скажем, директории, другого логического уровня. Теперь, когда мы, в принципе, посмотрели, поработали с данными, когда мы знаем, как они организованы и, в принципе, настроили весь функционал, мы хотим настроить уведомления на данные, чтобы понимать и получать их актуальные изменения. Либо же мы хотим назначить обновление данных, настроить вот такую же рассылку. Все это делается в системе Fine BI достаточно понятно. Здесь также я хочу отметить, есть пуш-уведомления по почте, по смс, по, в принципе, нахождению в платформе, то есть таким письмом, что вот, посмотрите, у тебя сейчас выполнится задача или превысился какой-то показатель данных. То есть пользователь работы системы сразу заметит это и может оперативно откликнуться и сделать какие-то действия в табло. Скажем, алерты немножко ограничены, потому что мы здесь имеем только вот такую красную линию, и, например, настройку по частоте обновления данных, например, раз в сутки по мере обновления данных, либо же при пересечении просто вот лимита. Здесь мы не можем настроить, например, ту же линию отношения, которая вот мы не хотим, допустим, чтобы она была не красная, а синяя, или же какого-то другого оформления, чтобы это была пунктирная линия. Это, к сожалению, в табло из коробки не предоставлен функционал, и чтобы реализовать вот следующие опции, нам необходимо делать какие-то кастомные решения, опять же, пренебрегать скриптам и пытаться как-то это реализовать, свои хотелки. Собственно, здесь также по уведомлениям, как было озвучено ранее, у нас есть ограничения по частоте создания экстрактов. Это 15 минут, а в системе Fine BI у нас нет ограничений таких на обновление данных. То есть если у вас какая-то необходимая не реал-тайм, чтобы у вас были данные близки к реальным, вы можете настроить обновление раз в минуту, и у вас там будет быстро все это оперироваться. Ну, конечно, если у вас имеются такие мощности, чтобы это все обрабатывать. Теперь, когда мы, получается, настроили наш интерфейс, немаловажным аспектом может быть эта мобильная разработка и мобильная версия наших дешбордов. Допустим, такой сценарий, что руководители хочут во время поездки либо же просто в пути посмотреть, как у них налажен, получается, обмен отчетности и поизучать данные. Собственно, здесь в Fine BI имеется вот такой функционал, который достаточно нативно и показывает работу с приложением. То есть при открытии у нас реализован достаточно удобный функционал, как в любой другой системе. То есть слайдером мы можем сразу нативное выбранное разрешение. Мы можем настроить какую-то фильтрацию, можем настроить переходы. Можем также настроить следующие виды действий. Например, вот сейчас было выбрано конкретный срез данных. И после этого мы, например, переходим и изучаем только данные, связанные с этим разрезом. Я вот дальше могу выбрать ряд пользователей и отфильтровать как-то данные. Здесь достаточно тоже богатый функционал. И мало того, можно еще взять и как-то это отредактировать. То есть тут достаточно пометить, скажем так, какие-то проблемные участки на дашборде. При работе с мобильной версией Tableau она представляет из себя просто приложение, которое масштабировано, скажем так, дашборды под выбранный формат телефона. Здесь нет такого удобства при рассмотрении графиков. То есть необходимо все это делать, учитывать на этапе разработки, продумать верстку опять же. Данные мы детальные не сможем посмотреть, откуда что у нас приходит. И каждый раз, когда мы будем пытаться открыть новый дашборд, он у нас будет открываться в качестве новой ссылки. То есть новый дашборд мы не сможем перекликаться здесь между, как в обычном приложении, нам необходимо постоянно переходить между ссылками и вкладками. И также стоит отметить, что нет здесь уведомлений на смс к тому же телефону. То есть если у вас будет привязка аккаунта пользователя к телефону, вы можете также, чтобы у вас пуши уведомления отправлялись туда. Возможность оставлять комментарии имеется, но она достаточно тоже ограничена, так как не всегда удобно в мобильной версии печатать какие-то комментарии. Можно просто написать, вот как здесь выделить текстом и что-то пометить. Отсюда интерфейс FIMBI мобильной версии реализован гораздо лучше, как полноценная мобильная версия продукта. Перейдем, наверное, к одному из важных и таких достаточно необходимых этапов – это администрирование, потому что при развертывании платформы тоже стоит понимать, какую архитектуру вы будете в себя внедрять. FIMBI – это достаточно кроссплатформенное решение, то есть у него нет ограничений по работе с какой-то одной платформой, как Windows или Linux в табло. Вы можете при помощи Java настроить легко обмен между ними, также можете подтянуть свои собственные сервисы и кастомизацию. То есть здесь возможности интеграции и детализации достаточно большие. То есть мы можем настроить интеграцию с такими модулями, как Ajax, iFrame, Net и настроить там, допустим, алгоритмы SSO, то есть входы пользователя в единожды в систему. Здесь, например, на картинке также представлен у нас пример, как выглядит какая-то архитектура серверов FIMBI, то есть у нас там распределяются сервера, и вот они там от одного до ин повышают нас масштабирование, обеспечивают масштабирование систему и ее отказоустойчивость. А связаны они, допустим, единым контуром, и все это тоже также можно легко настроить, закрыть его и настроить тип лаутификации, которые необходимы в конкретном случае. То есть может пользователь выходить в интернет, может быть ограничен в рамках текущей сети. Все это можно легко настроить и детализировать FIMBI. Если же мы сравним это с табло, то тут достаточно скудные решения по администрированию. мы не можем развернуть вот в контейнере табло только с недавнего времени, когда вышла у нас новая версия табло 2021. А в принципе FIMBI можно развернуть так на любой платформе, кастомизировать свое решение, то есть там кат там поставить какой-то свой. можно экспортировать репозиторий табло, вернее FIMBI в стороннюю базу данных. И при этом легко это все настроить, чтобы у вас была максимальная вариативность и гибкость при работе с этой системой. А теперь если мы поговорим о такой немаловажной сфере, как прав доступа, потому что мы все понимаем, что пользователю надо ограничивать то, что он видит, и как-то назначать его сферы ответственности, это нам помогут права доступа. То есть их мы выдать можем как на уровень данных, так и на уровень дашбортов, как это примерно по логике сформировано в системе табло. То есть если раньше у нас была вот такая матрица прав доступа, то здесь мы можем назначить права доступа как по типу иерархии, то есть при какого-то создании департамента, какого-то группы или же каталога у нас будут наследоваться права, и все, скажем так, возможности, которые пришли с предыдущего этапа, они будут у нас переходить на текущий. Можем также настраивать обмен того, как у нас будут назначаться права доступа, насколько вообще пользователи смогут делиться своими дашбордами или не смогут. Это можно настроить здесь. То есть не обязательно настраивать именно права доступа на публикацию или на разрешение, можно всего лишь пометить, что ограничить, скажем так, поток входных дашбордов. То есть вы будете контролировать, как администратор, какие дашборды пользователь хочет поделиться с другим, какие он назначил, например, отправил вам, и также вот какими селф-сервис-датасетами он хочет поделиться, и что вообще в них находится. Все это можно легко кастомизировать, назначить, и здесь вот это, в принципе, такой же функционал, чуть повыше, как в Tableau. Стоит учесть, что, в принципе, права доступа назначаются на разных уровнях. Это и организационные группы, и функциональные. Только здесь в зависимости от того, как зашел пользователь, у него не учитывается тип лицензии. То есть и девелопер, и вьюер, которые у нас имеются в системе, они накладываются по одной логике прав. И здесь у нас, собственно, различие только то, что система прав доступа, она чуть полегче, чем Tableau, но нужно различать определенные уровни администрирования и понимать, как они вообще накладываются, чтобы не дать доступ тем, кто данные видеть не должен. Вот. Собственно, теперь, когда мы говорим о безопасности, это тоже важный этап на развертывании и администрировании сервера, здесь можно отметить очень богатые возможности в NBI, потому что мы можем использовать куки-файлы, мы можем какие-то ограничения на скрипты, у нас есть защита от SQL-инъекций в базу, мы можем использовать и как-то маркировать собственные дашборды, чтобы понимать это как корпоративные стандарты, как у нас в рамках NDA, распределения доступов, что у нас это все соотносится с нашим именно сервисом FIMBI. Также, помимо этого, можно вводить ограничения на клиентские сессии, насколько они будут длинные, короткие, чтобы у нас не было слишком долгих и, скажем так, высокообрабатываемых тяжелых данных. Мы можем, например, назначить на время активной сессии 10 минут или полчаса, и если в ходе этого пользователь не будет делать какие-то действия, то у него кэш и все ресурсы системы не будут тратиться на это направление. Также стоит отметить, что по сравнению с тем же Tableau у нас есть достаточно удобный функционал Black и White листов, то есть мы можем ограничить какие-то IP-адреса, если мы видим, что они неблагожелательны для подключения. Мы можем, наоборот, открывать какие-то другие IP-адреса, чтобы пользователи, например, из домашних устройств могли подключиться и работать системой FIMBI. Также у нас может настроиться такой функционал, как ограничение доступов в зависимости от типа вашей аутентификации. Тогда мы говорим по сравнению с Tableau. Tableau тоже предоставляет хорошие возможности для безопасности. Здесь, правда, они требуют гораздо высоких компетенций. Это тот же самый, допустим, использование Kerberos. Можно также, как и FIMBI, использовать SSL-шифрование и другие типы для обеспечения безопасности. Можно ограничить и, собственно, назначить защиту к базе данных. Можно также использовать сторонние службы в качестве экстеншенов. И это также примерно реализовано, как в FIMBI, но без таких преимуществ, которые были озвучены сейчас. Те же самые IP-деса, cookie-файлы. Здесь возможности для настройки безопасности гораздо лучше. Когда мы переходим, собственно, к тому, как взаимодействует у нас система, важно понимать, как у нас вообще работают и потребляются ресурсы, в какие периоды времени. Здесь вот я бы хотел показать, что у нас есть такой функционал, как мониторинга задач и ресурсов. Вот Tableau реализован следующим образом. Мы можем видеть, какие у нас пользовательские сессии были, какие задачи на обновление данных самые тяжелые. Здесь мы можем из заводской коробки посмотреть, как у нас вообще используются ресурсы сервера, как у нас используются ядра процессора, какие у нас сессии пользователи имеются, как они распределяются, сколько у нас активных, сколько новых, которые пришли за сегодняшний день. Все это можно легко настроить, посмотреть в системе и также настроить, например, тип того, как у нас часто заходят пользователи, с каких IP-адресов, это вот при настройке LastLoginPrompt. Также я бы хотел показать, что здесь есть возможность миграции во внешний репозиторий, если необходимо, то есть чтобы у нас данные хранились не во внутреннем репозитории по SQL, который там вот как в Tableau организован, а где-то, например, в нашем хранилище данных. Мы можем прописать туда какие-то процедуры, и чтобы по этой логике у нас обрабатывались и хранились данные в системе, и чтобы учитывали наши какие-то стандарты по хранению безопасности данных. Здесь вот таких репозиториях несколько, это и самые также популярные системы, это и Oracle, и PastGrey, это и MySQL, и MSSQL, то есть они достаточно удобны для того, чтобы мигрировать сюда репозиторий и снять нагрузку на, скажем, логирование, копирование самого сервера. Стоит учесть, что также вот процессы бэкапирования можно назначить на внешний сервер, то есть чтобы выделился у вас какой-то отдельный сервер для хранения файлов, а вы только туда направляли все ваши бэкапы, все ваши, скажем так, данные дешбордов, и если вы используете Spider, чтобы туда хранились ваши экстракты. Вот. Собственно, после этого, что можно сказать еще про Find BI, сколько вообще это все стоит, насколько это похоже тоже на вариант Tableau, какие, может быть, у нас здесь есть ограничения, преимущества, недостатки. Ну, политика лицензирования, она достаточно простая, даже легче, чем в Tableau идет. Здесь всего два типа лицензий, это разработчик и viewer, это бизнес-пользователь. Разработчик у нас ответственен за все процессы, которые связаны с разработкой, собственно, дешбордов, подготовки в систему для дальнейшего анализа и разработки self-service датасетов. Также Find BI-девелопер может выступать администратором сервера и курировать некоторые процессы по добавлению пользователей, по настройке мониторинга сервера и других важных параметров. Когда мы говорим о том, как у нас, собственно, выглядит интерфейс Find BI-вьюера, это простого бизнес-пользователя, то здесь у нас имеется ряд отчетов, которые уже, ну, можем использовать фильтры, действия, те же drill-down-переходы, можем переходить на другие листы и визуализации, но мы не можем никак редактировать, то есть это у нас ограниченное действие для пользователя. То есть у нас в качестве Find BI-вьюера имеется только функционал просмотра отчетов и взаимодействия с ними. Помимо этого мы можем выгружать данные и, собственно, сами дешборды и отчеты в формат PDF, и, собственно, после этого можем как-то анализировать ручную, либо же получать рассылки пользователей, которые у нас распределяются по расписанию. Помимо этого стоит отметить, что среди Find BI-девелопера мы можем разделить компетенции по тому, как у нас распределены действия пользователя. Либо это у нас будет чисто разработчик данных и подготовкой, то есть он будет сформировать коннекторы, он будет сформировать, скажем так, таблицы, витрины, отвечать за нормализацию данных, за обмен, а другой пользователь будет именно разработчик отчетов, который также будет разрабатывать визуализацию, но при этом подключаться к тамким источникам, как SQL и возможности создания self-service дата-сетов. То есть здесь ни один из пользователей в рамках Find BI-девелопера он не ограничен, то есть у нас имеется весь функционал, и он реализован схожим образом, как креатор в табло. Но сходу, скажем, что по пользователям здесь легче рассчитать тот же самый сайдинг, нагрузку серверов без эксплорера, потому что можем четко определить наш требуемый функционал к дебелоперу, либо же к криверу. То есть здесь это тоже понятно как для самих пользователей, так и для, скажем так, администратора, чтобы курировать все процессы в компании и понимать, сколько каких пользователей, как назначать права, чтобы тоже лишний раз не запутаться. Ну а по стоимости вы тоже можете понять. Это 840 в год без НДС для девелопера и 144 для вьюера тоже в год. Собственно, какие выводы мы можем сделать после того, как ознакомились с системами, посмотрели на все плюсы и минусы и недостатки и поняли, что стоит рассмотреть FineBI как хорошую альтернативу, например, для того же Tableau. Стоит учитывать, что Tableau также, как бы он не уходил, никуда он не исчезал, от этого хуже не стал, он также лидер BI в Гартнере, он ведущий игрок на рынке, в принципе, поставщиков биосистем, но стоит отметить, что FineBI ему составляет достаточно хорошую конкуренцию, что FineBI это хоть и была внутренняя китайская система и нацелена на тот рынок, она хорошо себя показывает сейчас и на международной поле на арене. И по функционалу, по основным направлениям она его тоже покрывает и в некоторых пунктах также превышает. Например, в плане работы с данными FineBI продвинулся намного лучше и больше, чем тот же самый Tableau. Здесь гораздо лучше реализован функционал табличного анализа, который тоже очень схож и с теми требованиями, которые представляют российский пользователь и бизнес-юзер. Помимо этого, также для администрирования здесь имеются широкие возможности для кастомизации, для настройки гибкости. Если вам необходимо настроить какую-то кастомную интеграцию, тот же ваш сайт вставить, это можно легко сделать. Либо же заменить весь ваш корпоративный портал отчетности под рамки FineBI, чтобы он был как единое целое с вашей исходной системой и вообще не был отличен и непонятен для пользователя, что это вообще какая-то китайская и может быть чуждая система при первом знакомстве. То есть подытожим, что в принципе в плане интерфейсов и реализации какого-то кастомного функционала возможности табло несомненно ограничены. В плане визуализации он показывает себя гораздо лучше, что их можно кастомизировать больше, но FineBI в этом тоже не уступает, он покрывает весь функционал и также у него есть достаточно много продуктов, которые могут поддержать решения и сделать их более интерактивными, понятными и наглядными для взаимодействия с отчетом. То есть здесь FineBI никак не хуже, и при том, что самое важное, при миграции систем, если же у вас такая достаточно текущая ситуация, вам необходимо понимать, что при интеграции или миграции системы любой вам будет стабло на FineBI легче всего пересесть, потому что обучить пользователей будет легче, там какие-то принципы, понятные, администраторов будет легче обучить, потому что тоже есть функционал, который просто стоит понять и легче его освоить в той же FineBI, и он будет даже этому рад. Вот. И здесь уже, наверное, я передам слово коллегам, что у меня, собственно, на этом выступление закончилось. Да, коллеги, здравствуйте. Руслан, спасибо большое за блестящую презентацию. По ее, собственно, результатам, мне показалось то, что FineBI мы сравнивали с табло, а тут, наверное, нужно было сравнивать немножко наоборот. Табло с FineBI действительно продукт самобытный, очень целостный. тоже, наверное, да, так попытаемся объяснить. Мы делали упор на то, что, по нашему мнению, ну, и на самом деле в реальности, да, работа разработчиков действительно раскрыта более интересно и делали такие вот отличительные вещи, которых в табло, ну, они не совсем есть, либо не такие, как, собственно, FineBI. У меня есть, значит, по поводу еще лицензирования, да, там на самом деле есть у китайцев интересная история, что они по-прежнему, если знаете, многие вендора, ну, как многие, все вендора уже длительный период назад времени ушли строго на подписку, вот, а FineBI в лице компании Funron, они еще предоставляют возможность купить постоянный вариант лицензий, вот, так что, как бы, это можно будет тоже более детально обсудить, если у кого-то будут вопросы. И, наверное, по традиции у нас будет серия вопросов-ответов, да. Так, давайте быстренько по вопросам. Самый первый вопрос. Вопрос, коллеги, у меня в стактовой странице надписи на китайском, и в описании формул тоже все на китайском. Я устанавливаю английскую версию, подскажите, что со мной не так? Да, это есть такая проблема, когда пользователи пытаются сами как-то активировать систему, либо же там находят не те ссылки, и они, получается, скачивают китайскую сначала версию, ее активируют, и после этого по этому же ключу активации они, скажем, скачивают и английскую версию. После этого, как вы уже активировали китайскую, она у вас, как бы, все данные, тема, скажем так, презентации, дашборды, она у вас сохранилась в этом же английском интерфейсе. Поэтому для того, чтобы у вас скачать полностью английскую версию с английскими, там, не знаю, наименованиями и стартовой страницей, вам нужно полностью снести FindBi и использовать либо какой-то лицензионный файл, который можем предоставить мы, либо же там попытаться как-то самим гораздо сложнее активировать систему. Ну, схема понятна. Довольно сложная, но ясна. Следующий вопрос. Нельзя ли юзать лод на спайдер? К сожалению, такой функционал прям альтернативный ладам нету в спайдер режиме. Для этого у нас есть лишь функционал New Calum, либо же группировки. То есть мы можем рассчитать какие-то показатели на конкретном уровне детализации и потом использовать их у себя в отчете и тоже вот вычисления. А конкретно, вот как у нас привычно с табло, вот лады, которые также, кстати, вот хочу отметить, пришли и в систему FindBi, вот в фиксном релизе, они не пришли в этот, как же называется, в спайдер режим. К сожалению, не юг. Да, я тоже хотел отметить, что они очень чутко прислушиваются на самом деле к вопросам, к вопросам, и если там достаточное количество вопросов будет по какому-то функционалу, то они как бы готовы взять это в разработку. Да, такие варианты есть. То есть здесь даже если мы по сравнению с табло, хотим вдруг какие-то хорошие вот наши полезные фичи из инструмента перенести в тот же FindBi, я думаю, коллеги прислушатся, либо что-то уже будет реализовано в следующей версии, которая тоже вот вроде как будет скоро. Ну, я тут тоже, да, добавлю просто свое мнение, наверное, оно мало кого интересует. Тут в чем разница между табло и Китаем? Китайцы, они хотят достичь чего-либо, и они готовы развиваться, а табло – это такой большой толстый код, ему как бы, ну, все хорошо, и там что-то доносить – это довольно такой сложный процесс. Так, давайте на следующий вопрос. При работе со связями таблиц есть ли возможность деактивировать связь, сделать ее одно-двунаправленной, как в PowerWeb BI? В табло связи создаются автоматические, их нельзя деактивировать и сделать двунаправленной? Ну, насчет того, вот как двунаправленная связь, чтобы она, получается, была и с одной таблицей, и с другой, вот как по тому же ID-шнику по типу связи, здесь вот по этому не подхожу, но как PowerWeb BI ее можно сделать по связи с ID конкретными, то есть вот сейчас даже, наверное, открою вот интервью. Коллеги, подскажите, сейчас видно экран? Да, видно. Вот, собственно, если мы даже перейдем к какой-то вот одной из наших таблиц, так, сейчас отключим здесь, вот, и захотим назначить Associated View, мы можем выбрать какую-то из таблиц, которые у нас имеются ранее. Можем выбрать какие-то поля, с которыми они могут связываться в типах, и после этого, допустим, вот привязать от одного ко многим, и здесь у нас есть такой тип привязки. После этого, если я захочу сделать такой же там тип, допустим, так, менеджер, регион, только другую. Так, здесь мне надо будет создать только другой тип. Таблица, не ту. Так, то есть вот здесь я могу назначить ее тип и по тем полям, которые необходимы. Про алерты, про алерты. Надеюсь, я ответил на вопрос. Нет. Следующий, вот вижу, кто тут пишет про алерты. Нет, нет, следующий, подождите, следующий у меня тут писок. Не сбивайте меня, коллеги. Олег, ты в Fine BI. Нет, Олег, ты в Fine BI. Можно делать на чем-то, кроме таблиц. Ну, можно считать их на показателях, там по каким-то формулам. То есть, если у вас там, допустим, продажи превышают, какой-то определенный показатель, вы это можете настроить. Там есть специальная формула от джаджмент, кажется, называется, при настройке рассылок, и вы можете выбрать его. Давайте тогда к следующему вопросу. Интересно было бы узнать про условное форматирование в таблицах. Как настроить раскраску по условию? А, давайте перейдем, сейчас посмотрим. Давайте. Ну, например, вот у меня имеется таблица. И для того, чтобы то же самое, вот скажем, функционал сделать табло, мне бы надо отдельно делать, скажем, по цвету вот какое-то выделение, либо вот полем выделять, чтобы конкретная ящейка у меня покрасилась цветом. Как я делаю в системе это в Fine BI? Я выбираю вот здесь прибыль, которая у меня отвечает за вот эту колонку, тип условия, по которым будет, получается, краситься значение. То есть здесь можно учесть это для какой-нибудь сегментации, если вам надо, например, для АБЦ. Вы хотите в таблице покрасить там, ну, как не знаю, в светофором и определять там ваших клиентов, основную вот аудиторию. Здесь можно, например, вот по прибыли я покрасил по отрицательным значениям, чтобы они у меня сразу здесь были видны в таблице. То есть я просто перетягиваю показатель, нажимаю в Color, Add Condition, и я могу их таких сделать несколько. Например, давайте от нуля до пускай там, тоже пускай будет 5 пищ, и здесь я хочу их покрасить вот таким, вот таким синеньким. И в тип заливки я вот укажу вот такой цвет. Вот, то есть у меня они, можно вот таких сделать несколько условий в зависимости от того, какие у вас там есть границы по уровню данного. Так, дальше, интерфейс работы с языком формулы, аналог DAX. В Power BI есть что-нибудь? Да, давайте, давайте тогда. Да, в Power BI. Аналог DAX нет, но здесь есть вычисления, похожие чем-то на табло, то есть такие же формулы, да как и на Excel, они, собственно, похожи. Здесь их достаточно много, здесь есть быстрые вычисления, например, там сравнение с предыдущим периодом, здесь есть ранги различные, там вот математические функции, то есть достаточно похожие привычные формулы. То есть прям таких скриптов или каких-то сложных вычислений, как в DAX или в языке M, здесь нет, и, собственно, в них нет необходимости. Я бы сказал так. Да, следующий вопрос, опять-таки, про лекты. Просят поподробнее, где их найти, может быть, вот визуально. Покажешь, Руслан, где они? Да, я сейчас, наверное, попробую показать. Так, это менедж. Это вот, например, в вкладке администрирования можно перейти в Task Schedule, дальше можно перейти в настройки того задания, которое вы хотите сделать. Например, там шаблонное какое-то. После этого вам необходимо, например, выбрать архив, который вы пытаетесь разослать. Это BI, либо же это тип отчета, который вот репорт. Либо же вообще вы ничего не рассылаете, просто у вас как действует такая рассылка. После этого вы можете настроить здесь, например, в том же BI-темплейт. Вот, давайте выберу кому. И после этого можно выбрать формулу judgment и здесь выбрать конкретно условия по таблице, либо по показателю, видите, как здесь в примере. Также можно вот здесь выбрать конкретную, по параметру таблицы и, скажем, по параметру, которые необходимы вам для отслеживания. Да, так, следующий вопрос, такой довольно интересный. В каких случаях требуется привлечение программистов? Пока ведется так, что все задачи могут быть решены бизнес-пользователями. Но сразу же давайте скажу, что все зависит от компетенций самих бизнес-пользователей. Если человек обладает навыками работы в том же самом табло, возможно, большую часть, а то и практически все решится на уровне бизнес-пользователями. Подключаться к источникам и сложным предобработкам данных, то, конечно, нужны услуги разработчиков. Если в компании, например, построено хорошее аналитическое хранилище данных и, собственно, все выставлено в витрины, то, в принципе, продвинутые аналитики, продвинутые пользователи легко могут обходиться только с FIMBI, не сильно копать в данных. На самом деле у нас скоро будут обучающие курсы. Можно их пройти, что называется, получить базовые навыки работы FIMBI. По сути, вы станете тем самым продвинутым аналитиком и сможете на базовом уровне, ну, я не знаю, назовем это так, джуниор-разработчик. Ну, я не знаю, там, конечно, наверное, Руслан посмеется над этим, но что-то близко к этому. Ну, вот. В принципе, инструмент довольно хорошо реализован в Sales Service. Ну, просто если, ну, мы помимо FIMBI, да, занимаемся российскими вендорами, ну, очень часто просто мы видим, что работа с российскими вендорами требует просто очень жесткого хардкодинга. Ну, то есть, как бы, там, без, там, Python, без JavaScript, еще каких-то, там, технологий, ну, туда просто вообще не зайти. Ну, просто ты ничего не сделаешь, вот вообще ничего. Вот здесь, ну, вот Руслан нам буквально на прошлом занятии, там, за час собрал, как бы, вполне приличный дешборд, как бы, там, который, что называется, не стыдно показать директору и который несет бизнес-смысл. То есть, это не просто какой-то сферический дешборд в вакууме, а вполне себе осмысленное получилось мероприятие. Да, коллеги, еще вот такой интересный вот вопрос, а какую бы BI-систему было бы интересно среди отечественных вендоров посмотреть в сравнении вам? Вот, как вы считаете? Давайте я вот сейчас создам это голосование на канале FIMBI и посмотрим. Может, вам будет интересно и в следующий раз покажем сравнение с какой-то отечественной системой. Да, Сергей, благодарю за такой, на самом деле, развегнутый ответ. Вот, и на ответ, и на вопрос ответил, заговариваюсь, и камень в огород русского BI кинул. Лайк авансом. Так, двигаемся дальше. В Power BI файл PBIX является носителем всей логики и визуализации. В FIMBI каким образом можно переносить дешборд вместе с логикой на другой компьютер? Ну, здесь я, да, скажу, что, в принципе, у нас миграция источников реализована достаточно легко и просто, даже легче, чем в том же самом табло. И здесь можно, собственно, в этом только позавидовать по сравнению с табло. Когда бэкапы вы делали отдельно на сервер, потом их сохраняли, восстанавливали файлы, здесь можно просто взять и, скажем, перейти, скопировав архив всех ваших данных с одной системой и просто нажав на одну кнопку на другом сервере в качестве импорта и произведения там таких действий. Ну, и после этого, естественно, нужно проверить, насколько у вас подтянулись правильно коннекторы, какие-то придется пересоздать заново, которых из коробки не было. Ну, и, скажем, вот такие стандартные действия. Ну, по сравнению с табло, она делается достаточно просто. Можно ли настроить единые фильтры для нескольких дешбордов? Я просто смотрю, просто коллеги тут начали писать вот ответ на вопрос Руслана по поводу сравнения с российскими вендорами. Давайте, я говорю, в Телеграме есть участок, называется Fine BI, мы вот после окончания мебинара состадим там опрос и там вы проголосуете. А, вот Руслан, ссылочка. Да я уже сделал. Спасибо. Основные системы я добавил, думаю, если будут какие-то предложения, можно еще написать в чат. Но основные системы там как бы подсвечены. Ну, смотрите, последний вопрос. А, настройка навигации, набор ссылок на другие дешборда в Tooltip. Да, это сделать можно. То есть при выборе вы можете, скажем так, отобразить какой-то конкретный лист, либо же дешборд, визуализацию, что вам необходимо, и назначить между ними связку по данным. То есть этот функционал тоже реализован. А вот в флоутинге, к сожалению, это не получится сделать, как в табло. То есть здесь достаточно жестко, что это при нажатии будет именно Jump to и какому-то другому окну, скажем, просто визуализацию с отфильтрованными структурами. Все красавчики. Ну, коллеги, помогайте. Не знаю, я вроде бы все вопросы, которые... Да, давайте, наверное, в заключение скажу, на самом деле динамика положительная у нас... Да, напоминаем, что если там запрос на тестовые лицензии... Спрос на китайский продукт идет, не стесняйтесь, пишите, звоните, пишите нам на маркетинг. Ну, собственно, можете на почту, с которой вы получали приглашение на этот вебинар, маркетинг, собака, bi-consult.ru, вот, либо... Ну, наверное, да, сам простой путь, да, можно туда. Ну, да, сейчас в такой сложной ситуации в любом случае все начинают пилотировать, да. Ну, в нашем понимании пилот немножко это было не совсем такое, как выглядит в текущей реальности, но многие компании начинают брать действительно реальные лицензии и пытаются на уровне, да, там, на своем разбираться, чтобы вообще там представление какое-то было, в какую сторону им идти. Вот, здесь призываю тоже активничать. У нас уже, господи, такое большое количество внутренних чатиков в Телеграме, да, где люди, ну, начинают, опять-таки, пытаясь разбираться, там, задают оперативные вопросы. Мы на эти вопросы... Добрый день, хороших выходных и ждем вас на следующей неделе. Продолжим разбор, разбор системы FNBI вместе с BI-consult. Всем до встречи и голосуйте в чате. Субтитры создавал DimaTorzok